МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите те еще новости на Медиа-Инфорум. Гламур, шик и роскошь. Восьмой Одесский международный кинофестиваль открыт. По традиционной красной дорожке прошлись режиссеры, киноактеры и, конечно же, политики. Из гуще событий наша Анастасия Дементьева. Так многолюдно около оперного театра не было довольно давно. Девушки поправляют макияж, а мужчины – галстуки. Везде видны вспышки фотокамер. Итак, добро пожаловать на красную дорожку 8-го Одесского международного кинофестиваля. По красной дорожке идут первые участники. От разнообразия платьев, костюмов и образов кружится голова. Каждый из них по-своему уникален. Никто не сомневается – этот кинофестиваль станет особенным. Особенно тем, что он своего рода юбилейный, потому что «Восьмерка» – это знак бесконечности. Поэтому мы хотим, чтобы украинское кино развивалось как можно быстрее, ярче и становилось все сильнее. Много очень интересного запланировано на этот год. Новая локация, новая программа сериалов. Очень много европейцев приехало. Ну, во-первых, члены международного жюри. Посмотрите, члены документального жюри, члены жюри Питченко, жюри Фепреси. У них там так много фамилий, что я их просто всех не могу запомнить. Все участники признаются – пришли за качественным кино и оценивать фильмы будут рассудительно. Некоторые просто интересуются кинематографом, другие уже даже наметили, на какие показы обязательно пойдут. Мы с супругой уже для себя выбрали некоторые фильмы, которые обязательно хотим увидеть. Это и фильм «Учитель», и фильм «Аритмия». Поэтому мы ожидаем только хороших впечатлений и ярких эмоций. Я отношусь к нашему родному кинематографу с большой надеждой. Надеждой на то, что все-таки у нас он значительно продвинется вперед. Потому что очень много талантливых режиссеров, сценаристов вышли именно из украинской школы. Тем не менее, уже можно быть уверенным точно – Одесский кинофестиваль – неотъемлемая часть развития нашего кинематографа. Ведь со времени его создания украинское кино значительно преобразилось. Одесский международный кинофестиваль – это уже визитная карточка всего нашего региона, это уже визитная карточка Украины. Это еще серьезная поддержка нашего украинского кинематографа. «Я, конечно, за украинские фильмы. Я поддерживаю все украинские. Я считаю, нам всем сейчас нужно это делать. И все больше и больше появляется на наших телеэкранах, качественных фильмах. Поэтому пришла поддерживать». Пока одни проходили по красной дорожке, другие пытались стать частью этого праздника. Вокруг огороженной территории собралось несколько сотен одесситов и гостей города для того, чтобы поглазеть на звезд. Самые находчивые забирались на крыши зданий и деревья. А вот Борис Барский решил не только пройтись по дорожке, но даже присесть на нее. «Я рассчитываю, что меня здесь увидят знаменитые европейские и американские режиссеры и продюсеры и пригласят в какой-нибудь фильм Голливуд. И я не откажусь». «Хочется хорошего кино, реально. Мы ходили, и не то чтобы я какой-то киноман, кинокритик. Я вообще просто любил хорошее кино. Хочется выходить каждый раз и как-то думать, что-то новенькое появилось внутри». Впереди масштабные шоу-программы и кинопоказы, опен-эйры и показ на Потемкинской лестнице. Так что должно быть интересно абсолютно всем. Географическое положение Одесской области всегда способствовало развитию экспорта в регионе. Правда, существуют и негативные нюансы, отчасти на уровне страны. Чтобы улучшить ситуацию, сегодня экспортеры общались с представителями власти напрямую. «Голос бизнеса» – именно так назвали открытый диалог между экспортерами и представителями власти. Теоретически наша страна могла бы быть одним из самых крупных экспортеров, особенно в аграрной области. На практике же все не так радужно. Украинская стратегия экспорта часто подвергается критике, ведь большая часть продаж – это сырье, а не продукт, что невыгодно для страны, ведь производство попросту не развивается. Очевидно, что выход на международный рынок – сверхсложная задача для малого бизнеса. В этом случае имеет смысл создание так называемых «кластеров», то есть объединений нескольких предприятий. Также такие интересные нишевые продукты, как бобовые, как орехи, конечно, и продукты переработки из них, не только сами по себе, как сыровина. Для Одессы, однозначно, я считаю, для Одесского региона – это овощи, фрукты, также, и, конечно, вино, винорабство. Не стоит забывать о квотах на экспорт. В нашем регионе есть предприятия, которые уже полностью их исчерпали. Один из соковых заводов области так вообще идет на рекорд. Чиновники пообещали увеличить квоты для таких предприятий. Не только касательно соковых концентратов, а еще и дополнительно продукции из томатной пасты, продукции овощной, плодоовощной продукции, консервной. То есть все те вещи, которые очень важны были для Украины. Встреча прошла продуктивно. Теперь же хочется увидеть результаты. Будем надеяться, что ждать придется недолго. Завтра состоится первая годовщина попытки военного переворота в Турции. Но за это время еще не на все вопросы получены ответы. Свою оценку ситуации тогда и сейчас дал консул Турции в Одессе. Год назад, 15 июля, вечером над Анкарой начали летать турецкие военные самолеты. То, что люди сначала приняли за учение, оказалось началом попытки переворота. Часть военных сил восстала против правительства, как следствие. Стрельба, танки и тысячи людей на улицах. А в небе к самолетам присоединились еще и вертолеты. В результате массовые разрушения – 240 погибших и свыше 2000 раненых. Но уже через сутки законные власти сообщили – переворот закончился. Утром около 200 безоружных солдат сдались властям. И это было лишь начало поражения террористической организации ФЕТО. Руководит ею Фетулах Гюлен. Это человек, который в свое время представлял себя всему миру как имам. Фетулах Гюлен – бывший проповедник и основатель общественного движения Хизмет. Он открыл более 1400 школ в 140 странах. Именно его ученики, которые пришли к власти в Турции и стали зачинщиками переворота. За 30 лет Хизмет открыл свои школы практически во всех странах мира, на территории Украины в том числе. Со временем ученики, которые обучались в данных школах, начали занимать высокопоставленные должности в Турции, такие как полковники, судьи, прокуроры. Теперь же турецкие власти опасаются развития подобного сценария где-либо еще в мире. В это же время Фетулаха Гюлен проживает в США. И американцы считают, что предоставленных доказательств недостаточно для его экстрадиции. Завтра в консульстве Турции в Одессе, как и во всем мире, состоится День памяти, приуроченный к тем событиям. О таких вещах забывать нельзя. И стоит лишь надеяться, что это поможет не допустить их повторения. Служба в таможне – дело нелегкое, но нужное. Ведь от их работы зависят отчисления в бюджет, а значит, наши с вами благо. Чем сегодня живет Одесская таможня и каких добились результатов уже в этом году – далее. Каждый десятый пограничник работает в Одесской таможне, ведь по площади она самая большая в стране. 9 постов, 35 пунктов пропусков, 8 портов. Объем работы большой, но и доход не маленький. За первую половину этого года в бюджет страны благодаря нашей таможне поступило свыше 10 миллиардов гривен. А к концу года ожидается перевыполнение плана на 4,5 миллиарда. С 2015 года Одесская таможня принимает участие в государственном эксперименте по строительству дорог. Средства, которые таможня по эксперименту перечисляет, обл. администрации не обязаны, а просто в первую очередь рассматривают ремонт дорог, которые ведут к инфраструктуре таможенной, к пунктам пропуска, международного либо межгосударственного значения. Также проводится активная международная работа. Еще в далеком 1998 году был заключен договор между Украиной и Молдовой об организации общего контроля. Но о реализации проекта можно говорить только сегодня. На первом этапе таможня Молдовы будет работать на въезд в Украину. Пограничная служба Молдовы будет работать на выезд из Украины. Второй этап – это будет уже полностью цельный комплекс по управлению совместному контролю таможенному и пограничному. Не обошлось и без вопросов о коррупции, ведь в последнее время достаточно много обвинений в адрес начальника таможни. Александр Власов уверяет – это все клевета. Просто некоторые лица пытаются оставить прежние, хорошо налаженные схемы. Ведь всего за два месяца из тени было выведено такие товары, как игрушки, ткани, сумки и обувь. А вот платить полную стоимость наши предприниматели не любят. Правила – они одни для всех. Они четко в разъяснении в Минтом кодексе Украины. Других правил нет. Что к этой оборудованной кампании, я сегодня принял решение и буду подавать позов до суду. И буду отстовывать свои интересы, гидность свою и деловую репутацию в суде. На сегодняшний день Одесская таможня работает как часы. Есть планы на будущее, и они довольно радужные. Так что поживем – увидим. Трое иностранцев решили подзаработать. Вот только промысел выбрали не совсем законный. Вскрыв дверной замок одной из квартир на фонтанской дороге, грабители вынесли ноутбук, украшения и ценности. После чего скрылись на автомобиле. Но вот только полицейские их все же задержали. С поличным была задержана очередная этническая преступная группа, которая совершала квартирные кражи на территории Киевского и Малиновского районов города Одессы. В настоящее время проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех фактов их преступной деятельности. Начато уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». 44-летнему иностранцу и его двум соотечественникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Сегодня полыхал первый этаж здания главпочтампа. Но обошлось без жертв. В первую очередь благодаря спасателям, которые оперативно ликвидировали пожар. А вот уже во вторую, потому что это была всего лишь легенда учений. Здание главпочтампа, как плацдарм, для учений выбрали неспроста. Здание старое и между стенами есть пустоты. А это значит, что с первого этажа до крыши огонь доберется очень быстро. Поэтому действовать нужно без промедлений. Экзамен пожарные сдали, но отличниками их не назовешь. При пожаре играет важную роль и подготовленность людей, которые находятся в помещении. Поучиться пришлось и сотрудникам почты. Провели учения, как пользоваться они тушителями. На практике желающие попробовали, как она работает и как с ним обращаться. Хочется, чтобы это стал последний пожар в этом здании. А пожарные в реальной жизни сдавали свои экзамены лишь на отметку «отлично». В прошлом году в Украине было собрано 400 тысяч тонн винограда. Это, по мнению экспертов, неплохие результаты. Но вот только урожайность может быть намного больше, если обратить на эту отрасль особое внимание. Тем более, что потенциал у нас есть. После аннексии Крыма Украина потеряла около 17 тысяч гектар виноградников. Кроме этого, лишилась и многих винодельческих предприятий. У Одесской области есть все шансы занять лидирующие позиции в отрасли виноградарства. Но не все так просто. К примеру, в этом году мы можем потерять от 5 до 10 процентов урожая по вполне объективным причинам. Сейчас средоточие виноградников украинских, которые мы называем украинских, это Бессарабия, то есть это Одесская область, Херсонская область и Закарпатья. Это абсолютно разные картинки могут быть. Потому что мы частично уже, мы просто должны помнить, что мы уже частично потеряли определенное количество винограда. Потому что были заморозки, были абсолютно неблагоприятные условия для развития винограда. Правда, нужно учитывать и тот факт, что виноград – культура затратная. Ведь это закладка, обработка и многое другое. А прибыль начнет приносить только спустя 4 года. Но несмотря на это, выгода все же есть и немалая. Вот только если за ним правильно ухаживать и оберегать. Ведь он подвержен многим болезням, среди которых ложная мучнистая роста, филоксера, черная пятнистость. Когда мы видим вот такие вот некротические пятна, некротическую поверхность, это мы считаем, что это уже потерянный урожай. Тоже какая-то часть урожая теряется. Потому что не синтезируется хлоропил и растение не получает питания. То есть основное – это влияние на физиологию растения и на этой основе и потеря урожая. Чтобы урожайность была высокая, необходимо растение удобрять и помогать бороться с болезнями. Так что виноградарям нужно со всей ответственностью подходить к выбору фунгицидов, акарицидов и инсектицидов. Так как на рынке достаточно много фальсификата. Если вы покупаете фунгициды, инсектициды или другие пестициды просто с колес, знайте, что вы уже приносите себе просто в лучшем случае это умножение на ноль. И в худшем случае это абсолютный ноль. Так что будьте взвешены и всегда обращайтесь к специалистам. Специалистов у нас немного, но они есть. Поэтому в лаборатории институтов, у нас есть Таировский институт, есть Селекционный генетический институт, есть компании, которые серьезно занимаются технологиями защиты виноградника. К сожалению, прогнозы на этот год у специалистов не самые утешительные. Год сложный, особенно по отношению к виноградникам. Но не стоит опускать рук. Лучше приложить максимум усилий на технологию, дополнительные удобрения, ростовые вещества. Только так вы спасете ваш урожай. Совсем недавно одесситы обнаружили, что памятник Кириаку Кастандии исчез. Они уже было подумали о том, что его украли, но все оказалось проще. Известный художник Кириак Кастандии знаком каждому одесситу. Благодаря его деятельности в нашем городе стремительно развивалось искусство. Еще в 2010 году одесситами был установлен гипсовый памятник во дворе дома, в котором он прожил около 11 лет. Но годы взяли свое, и скульптуру буквально осыпали трещины. Кириак Константинович, он, конечно, в гипсе хорошо очень смотрелся. И у него такая была лепная манера, когда художница, скульптор Ланукина его создавала. Ну и перевели его в гипс, он хорошо смотрелся. Но материал, к сожалению, недолговечный. Чтобы сохранить память о художнике, было принято решение перевести скульптуру в другой материал. За этот проект взялись дочь автора памятника Любовь Ламыкина и научный сотрудник АНУ Сергей Жуков при поддержке Одесского греческого культурного фонда. После взвешивания всех «за» и «против» в качестве материала для нового старого памятника возьмут полимерную смолу, в состав которой входит стекло и мраморная крошка. Толщина скульптуры составляет около 3 сантиметров. Благодаря этому памятник практически не разрушаем. Художники уверены, что теперь он простоит много лет. Полимер – это материал, после полимеризации, он инертен, щелочный и кислотоустойчив. И поэтому мы решили сделать его из более долговечного, более современного материала. И он более схож на натуральный мрамор. Скульпторы работают над памятником уже около трех недель. За это время они создали кожух из гипса, который помог сделать силиконовую выкройку. Далее проложили слой полимера и закрепили все стекловолокном. Сейчас художникам приходится шлифовать скульптуру вручную, чтобы не нанести вред. Работаем с помощью механических и ручных средств. Используем угловые шлифмашины. Ручной труд здесь – это основа, руками шлифуем в основном. Потому что не хотелось бы уничтожить форму, которую создавала скульптор наша Ломыкина. Скульпторы признаются, для них работа над обновлением памятника – большая честь. Ведь Кириак Кастанди был прекрасным человеком и талантливым художником. Художественное дело, нелегкое. Оно никогда не было легким. Он создал и свою школу, и массу учеников. После него и последователей осталось. Поэтому восстанавливать такой памятник нужно сделать. Мы сделали. До окончания скульптуры художникам осталось совсем немного – устранить мелкие недостатки и придать эффект живого материала. Так что же совсем скоро одесситы и гости города смогут полюбоваться обновленным памятником на прежнем месте. Во дворе дома на улице Пастера, 46. Уже несколько дней в Одессе проходят ливни, а Балковскую не затапливают. Жители этого района очень довольны. Кроме тех, кто готовился к потопу и купил лодки. У нас совсем те еще новости. Полицейские катались по парку энтузиастов и искали наркоманов. Задержали одного подозрительного мужчину. Увезли в участок. Энтузиазм хорошо только в тех случаях, если это не запрещено законом. Даже в парке энтузиастов. На новый кинетический фасад морвокзала потратят 13 миллионов гривен. Это будет первое здание в городе с двигающимся фасадом. Точнее, с фасадом, который двигается по задумке, а не из-за возраста. Двое мужчин пытались ограбить квартиру пенсионерки в то время, когда она была дома. Полицию вызвали внимательные соседи. Правоохранители нашли воров за мебелью. Они решили там спрятаться. Ни смекалки, ни совести. Мужчина перекрыл своей машиной выход из магазина и начал ее ремонтировать. Вот так выглядит настоящий автохамский сервисный центр. Правда, точного адреса нет. Он может появиться где угодно. Находки в хлебе для одесситов уже не в новинку. То тараканы, то что-нибудь еще. На этот раз попался болт. Люди обеспокоены. Может, на заводе поломалось чего? Хотят вернуть. А то пекут без болта. Несколько месяцев подготовки. Тысячи произведений. И вот жюри Одесской международной литературной премии имени Бабеля подводит итоги. Итак, кто они? Обладатели первой премии Бабеля. Золотой зал литературного музея заполнен до отказа. Одесские и украинские писатели, поэты, музыканты и даже чиновники общаются, обсуждают предстоящие награждения и гадают над главным вопросом. Кто же заберет первое место новой литературной премии? И вот за рояль приглашают украинского пианиста и легендарного маэстро Алексея Ботвинова. Итак, церемония награждения открыта. Но прежде чем приступить к объявлению победителей, члены жюри зачитывают письмо Лидии Исааковны Бабель, дочке великого писателя, которая, к сожалению, не смогла приехать лично. Если бы мой отец был сегодня среди вас, он, вероятно, рассказал бы о том, как важно ценить и уважать читателя. Как надо повернуть рычаг только один раз, чтобы дурную фразу превратить в хорошую. И что значит точка, поставленная вовремя. Все рассказы, присланные на премию, отбирала специальная жюри, состоящая из писателей Украины и России, а также внука самого Бабеля. Единственным и главным критерием было, как говорил сам великий писатель, тирания вкуса. И вот самый долгожданный момент – оглашение победителей. Начали с третьего места. Огласил победителем Борис Бурда. Мне очень приятно, что мне досталось столь почетное место. Да, оно третье, вроде бы второе лучше, вроде бы первое вообще прекрасно. Но вот те, кто будут вручать дипломы за второе и первое место, они будут вторыми и третьими. Конверт вскрыт. И бронзовым призером стал Алексей Гидонов из Киева. За рассказ «Середина снега». Победитель получил специальный диплом и 15 тысяч гривен. Второе место досталось Анне Бердичевской из России. За рассказ «Русский доктор». Розы пахнут. Здесь все замечательно пахнет в этом городе. Я сегодня гуляла и даже успела заблудиться. Ну, это вам повезло, господа одесситы. Я в первый раз в Одессе и счастлива. Счастлива. Я не чаяла. Наконец-то главный момент – оглашение первого места. Его получила Марьяна Гончарова. Сама победительница оказалась из Черновцов. Но Одесса – это ее второй дом. У меня был президент. Я получала международную премию, но так не волновалась, потому что там были чужие люди, чужий город. А здесь мой родной город практически. Что же касается специальных номинаций, то приз литературной премии «Колесо судьбы» был также присужден легендарному одесскому писателю, юмористу и драматургу Георгию Голубенко за сборник «Рыжий город. Новые одесские рассказы». Правда, к сожалению, посмертно. Исаака Бабеля и Георгия Голубенко разделили не только время и полквартала Решильевской. Его разделили еще и такие вещи, как Бабель писал о молдаванке, а Голубенко писал о слободке. Но я уверена, что если бы их герои встретились друг с другом, они бы улыбнулись, наверное. Еще раз благодарю всех за премию. Гарик, это все тебе. И я знаю, ты улыбаешься. А вот победителем второй специальной номинации «За все» стал сатирик и президент Всемирного клуба одесситов Михаил Жванецкий. Зал аплодировал стоя. Сам мастер Пера сказал, что эта премия для него неожиданная и поблагодарил всех присутствующих. А также посетовал на то, что одесский язык в фильмах и сериалах коверкают. Они не понимают, что одесский говор – это совсем другое. Допустим, Изя, ты куда? Нет, я иду домой. Там есть все. Там есть смысл, там есть лаконизм. И это чисто одесский, потому что… Ну, потому что в трех словах. Вот первая одесская международная литературная премия имени Исаака Бабеля и завершилась. Но учредители заверяют – на этом история самой премии не закончится. Уже в следующем году планируют провести вторую. Вы смотрели «Те еще новости» на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-70-16. Спасибо, что были с нами и хороших вам новостей. Всего доброго, до свидания, прекрасных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова